доброго дня всем сегодня хочу отвязать вот такое полотно на механическом посадке очень такое рельефное дышащие интересное полотно мне очень нравится схемку я взяла из каталога для электронного пасапа но у меня пасап механический это пасап пинки то есть более старый аналог пасапа 80 то есть толкатель у меня находится и на основной и на вспомогательной игольнице чтобы адаптировать это переплетение для механического пасапа мне его пришлось немножечко видоизменить ну начнем с расстановки иголочек по передней игольницы так сделаю небольшой образец 20 на 20 теперь исходя из схемы две иглы должны быть в работе 1 вне работы 2 в работе 1 вне работы и так далее так же самое выставляется и толкатели 2 толкателя в работе один вне работы то есть два в работе 1 не работают две в работе вне работы и так далее также и толкатели вот два в работе один не работа представляю иглы и толкатели по задней игольнице так сначала иглы 20 схеме идет 1 вне работы 2 в работе 1 вне работы 2 в работе 1 вне работы 2 в работе и так далее игольницы у меня на сдвиге 00 и получается у нас вот вот так вот иголочка между иголочкой теперь толкателем значит на 2 иглы в работе в работу водится только толкатель который приходится на первую иглу слева вот в этой двоечке 1 слева толкатель в этой двоечке 1 слева толкатель вводится в работу вот иголочка в работе 1 толкатель 2 пропускаю 3 ввожу 2 пропускаю 3 в работе толкатели должны быть подготовительном положении подравниваю иголочки расстановки игол и толкателей по схеме я внесла небольшое изменение толкатели передней игольницы то есть вот они у нас стоят подготовительном положении два через один по схеме теперь делаем шахматный порядок один в рабочем один подготовительном один в рабочем один подготовительным то есть каждый крайний толкатель я вывожу в рабочее положение теперь перейдем к настройке кареткам сдвиг игольниц и смена цвета то есть обязать я буду двумя цветами со сменщиком цвета настройки на передней каретки значит мы будем говорить о первых четырех рядах значит на а x и стрелка влево вот на передней каретке это будут постоянные настройки мы их больше трогать не будем на задней каретке также а x стрелочки мы не нажимаем сдвиг игольниц 00 таким образом провязываю 4 ряда одним цветом затем делаем смену нити на задней каретки настраиваем n на передней ничего не трогаем и сдвиг игольниц на один шаг против часовой стрелки таким образом провязываем два ряда смена цвета затем опять вот затем у нас опять идет 4 ряда другой пряжей то есть настройки а x передняя каретка без изменений и возвращаемся на положение 00 провязываем 4 ряда затем опять у нас два ряда другим цветом на каретке будет н и сдвиг игольниц теперь это все покажу в работе я взяла обыкновенный акрил двух цветов в две нити то есть 32 2 2 нити плотности на моей машине я поставила четыре с половиной и четыре с половиной то есть сейчас у нас идут первые четыре ряда черной пряжи на задней каретки настройки а x на передней а x и левая кнопочка нажата стрелочка положение игольниц 00 и так 4 ряда смена цвета переключаю заднюю каретку на n и и сдвиг делаю против часовой стрелки на 1 шаг провязываю дворядом опять смена цвета а x и возвращаю игольницы положение 00 м а Вот в таком темпе И происходит вязание Вот образец, который я только что отвязала на камеру И закрыла А вот расчетный образец уже из другой пряжи, с которой я планирую вязать